всем привет ну сегодня поговорим о моей сборке на базе kde neon 5.13 для любителей кедов ну это одна из самых таких передовых операционных систем я имею ввиду версия kde сам из образ который можно скачать он тоже очень такой скажем компактный а потому что разработчики в него ну минимум скажем так вложили ну вот давайте я сейчас открою то что у нас тут есть но даже переведено на русский язык знакомство с когда я не он вот его такие вот небольшие снимочки перевод довольно таки неплохой значит ну почитайте посмотрите как переводить веб страницы на русский язык я думаю на большинство пользователей знают ну а я же просто вот открою сейчас официальную страничку у них вот и вот нажимаете кнопочку download и вперед а вот кстати есть еще одно предложение перевести страницу а значит ну что я скажу это очень такая минималистическая сборка к кедов почему называют народе их кедами ну что вот kde созвучно русскому слову кеды подставьте буковку и в середину будет у вас кед кеды вот официально значит правильно переводить как кеды и клубы стоп и environment крутая рабочая среда для рабочего стола вот ну где-то вот так или крутой ну крутой рабочий стол ну собственно говоря они так себя позиционировали ну и ради бога мне у них понравилось еще вот что значит вот в продуктах а вот у них есть вот такая вот рюшечка плазма это находится пока в стадии насколько я понимаю заработки но для интересующихся нам также значит ставится все это дело на мобильник ну и со всеми как говорится вытекающими много чего на него можно будет воткнуть и прочее мне же всегда он нравился любой линукс больше андроида тем что из него грязь никакая не лезет они что андроиды превратили в мусорную свалку каждый пытается там свою копеечку заработать и при этом какое приложение на android не установи большинство из них содержат рекламу все эти выскакивающие поп-ап меню ну в общем достала а ну линукс система надежная там уж если где поставил блок для для объявлений так они и и не будут вас доставать дальше значит какие были значит особенности значит ну вот видите когда я не он 5.13 информацию значит найти тоже просто он заведете в поисковой строке не он когда и ос и тут посмотрите если надо чистый дистрибутив скачать качайте значит я честно говоря даже их и не ожидал у меня сюда на ура как говорится в лед встала систем бак значит и образ создал образ нормальный такой где-то там 2 и 2 2 и 3 гигабайта со многими программами ну и большинство программ которые я люблю устанавливать я значит самое поставил единственное значит у меня не получилось вот с чем значит вот смотрите значит менюшка все на русском офис все на русском открываешь документ а документ идет извиняйте сейчас покажу вот видите на английском ну у кого большая тяга как говорится разобраться в чем дело вот предлагают скажем так задачку для ума что в сборке значит ну флажки меню естественно значит английский русский вот простым кликом значит переключаются значит сеть стала нормально погода значит тоже вроде бы как у них не очень там красивый значок ну устраивает ладно вот значит дальше что еще ну давайте пойдем по порядку значит графика ну программа обычная для просмотра изображений редактор рисунков дальше интернет ну здесь я как говорится уж и постарался на две кладочки значит мега синк и драмбокс но паром телевизор значит skype тим юр все там уже поднастроена программа для скачивания торрент файлов программа для скачивания файлов больших размеров ватсап и вая то есть самые такие необходимые программы значит для коммуникации есть но и два броузера значит mozilla и google chrome значит мультимедиа ну я мультимедиа значит поставил программу для записи с экрана поставил видеоредактор и редактор звуковых файлов а также поставил значит свой любимый см плеер но он мне очень нравится он такой незамысловатый в то же время все самое необходимое в нем присутствует дальше значит в системе здесь значит я добавил единственное что значит поскольку crusader был изначально значит рассчитан на кеды я поставил сюда двухпанельный файловый менеджер crusader одновременно с текстовым редактором кейт они как говорится мы с тамара ходим парой вот он так выглядит нормально все у него он тут интерфейс пользователя тут есть сервис можно запустить его и с правами root то есть вот так вот нажимаете а а а а заводите пароль первый раз он там у вас все эти настройки свои будет спрашивать а а дальше вот вы уже окажетесь в корневом режиме вот видите такой красный значок а там уже можете изгаляться над файлами как говорится а как вам душе будет угодно стоял и стоит значит здесь свой файловый менеджер dolphin а я еще установил сюда ценамончик а у дольфина к сожалению нет вот такой вот штуковины подниматься слишком высоко видите максимум домашняя папка а выше ну подскажите мне как тут подняться выше а у ценамончика у нема вернее у него значит вот пожалуйста верх и пожалуйста до самого как говорится победного он можете просмотреть все файлы вот казалось бы мелочь а как говорится вот такие вот вещи поэтому я значит поставил на всякий случай нема для различных манипуляций ну естественно поставила значит пылесосик пылесосик значит нормально а вот нажали на метелочку там по отмечали галочкой что почистить он вам это предложит вот где циферки видите вот эту строку отмечаете вот у меня а с нулями я их даже и не трогаю нажимаете почистить заводите пароль нажимаете окей и все у вас будет чистенько нормальный такой хороший пылесосик ну программа систембак работает нормально с нее вот образ вы можете под видеороликом будет ссылочка скачать для ознакомления значит ну что ну поставил я сюда естественно планк на нижнюю панель чтобы самые такие мои ходовые программы они были значит под рукой не хватило мне самого по себе значит установщика программ дискава он у них пока еще в развитии и ставит далеко не все программы к сожалению вот для сравнения в предыдущем ролике посмотрите китайский дипин в нем установщик программ так вот в китайском установщике программ я установил все программы за исключением систембака все а здесь половину программ пришлось ставить значит или через дебяновские файлы которые у меня там лежат на кладовочке или через командную строку через терминал то есть пока еще вот этот центр программ дискава себя полностью еще не как говорится оправдывает поэтому значит я через него слава богу все таки поставил еще вот менеджер программ синаптик чисто как говорится такие вот дебяновские там дела да поэтому поэтому всегда вот если что можете как говорится пользоваться менеджером пакетов синаптик значит что бросается в глаза вот посмотрите низоразмерность значков вот здесь вот значки выглядят вроде бы крупные но как то разной ширины здесь они уже пошли мельче здесь там совсем какие то вот ну нет вот какой то выровненности что ли ну скажем так я бы это отнес скорее всего к минусу а так ну что ну кеды обычные кеды нормальная стабильная рабочая сборка ну если только кто то не будет вот к офису тут придираться а так большинство программ ставится нормально ставится значит система совместимая основана на Ubuntu 16.04 поэтому значит практически команда терминала поднимает нормально вот этот офис ставил ставил все ставил и языковые пакеты help а вот ни в какую не захотел он как говорится на русский язык заходите все менюшка на русском а сам запускаешь программу на английском ну посмотрите кому это столь интересно значит поупражняйтесь вот у меня проблем с языком особенно никаких нет поэтому я могу работать на английском а значит ну что хочу сказать ну видите практически все программы ну работают работают нормально единственное что вот еще раз повторюсь что на дипине на китайском ну все заразы встали из установщика программ а этот еще так скажем такой дискава менеджер программ или центра там программ еще скажем недоделанный вот ну для любителей кедов это особой разницы не играет поэтому я тут не буду особенно говорить но вот обращу еще раз последнее внимание что значит это одна из таких вот наиболее развивающихся значит вот веточек кедов и мне что понравилось что они вот думают вот о чем что вот они думают о мобильниках если у них появится хорошая такая версия которую можно будет ставить на на мобильники вот это будет да потому что многие пользователи мобильников уже честно говоря наелись этими ускакивающими объявлениями и постоянной просьбой там купить у них что-то там сделать что-то там и так далее ну это вот как винда вот все эти системы попрошайки вот линокс этим не страдает тут обычно практически все нормально и хорошо работает но вот такое мое краткое впечатление об этих кедах неплохое нормальные кеды нормально работают нормально встали значит кто скачает образ запишет на флешку им нужно будет нажать вот на значок систембака и если они захотят поставить его себе на жесткий диск то ради бога вот копирование системы могут скопировать с именем пользователя юзер и паролем единичка а если хотят значит установить к себе на жесткий диск со своим именем и фамилией вот имя фамилия кличка пользователя там серго там Андрей там 78 поставить пароль написать тут pc персональный компьютер черточка ну напишите там десктоп рабочий стол или там ноутбук или лаптоп нажмете next и попадете все равно вот сюда где здесь уже будете выставлять и подключать значит самые различные там разделы вот по программе систембак значит у меня на сайте много имеется информации поэтому всегда можно посмотреть значит что за программа там как она там работает как там она ставится и так далее без особых проблем ну вот сайт вот на сайте значит есть программы идете вот зерная копия системы для восстановления вот программа систембак здесь значит просматривайте программы по систембаку вот видите их много и вот один трюк еще такой предыдущие записи то есть тут несколько страниц поэтому можете посмотреть все видео которые значит у меня по этому делу выпускались предыдущие записи вот сейчас заодно я узнаю сколько у меня страничек посвящено систембаку еще вот наконец все это получается где-то там четыре или пять страничек у меня посвящено только систембаку выбирайте любую смотрите любую видеоролик что что-то найдете полезным берите к себе на вооружение если вы абсолютно с нуля вот основы уроки для начинающих вот всего лишь пять уроков и уже как говорится из абсолютного чайника вы уже начнете превращаться в человека который понимает о чем идет речь о чем говорится возьмете приобретете необходимые навыки так что вот вам рекомендую перед тем как озадачивать автора значит вопросами скажем так в начале вот вам ликбез а после ликбеза уже тогда уже можете мне как говорится там писать там спрашивать и так далее вот кто будет глупые значит вопросы задавать ну тому буду сразу вот ссылочку давать вот на этот ликбез получили такую ссылочку не обижайтесь значит вам следует в начале пройти необходимый вазовый курс чтобы приобрести вазовые навыки вот ну ладно значит я значит вот хочу подчеркнуть что сами по себе кеды они отличаются довольно таки приличной стабильностью у меня писелинусовские кеды они у меня стояли где-то года два я периодически пользовался там другими системами виндой а у меня писелиновские кеды они были как бастион тоже внешний вид у них был скажем не фонтан я имею ввиду что вот оформление вот разные там размеры там значки вот как-то так это не очень мне нравилось управление значками там на панели но это дело любителя вот но тем не менее всегда значит они у меня эти кеды стояли и работали как танк поэтому я вот пожалуйста вам рекомендую или качайте чистый дистрибутив берите его там настраивайте гоняйте хвосты и в гриву вот или же значит смотрите как там просто напросто сборку поставьте вот и все никаких проблем нет вот ищется просто заводить поисковой строке neon кд ос означает операционная система вот и все вот на такую страничку попадете он даже может будет вам перевести и перевод будет да вот так что все 33 удовольствия вот ну ладно значит краткий рассказ о своей сборке значит я заканчиваю что кеды хороший рабочий стол у них много скажем так любителей вот поэтому я желаю вам всяческих успехов всего самого доброго и до новых встреч 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 до новых встреч